МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». О главных событиях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Вот и лето пришло. Как будут отдыхать наши дети? Орешек знаний тверд. Кому сейчас не до отдыха? Фестиваль закрыт. Да здравствует фестиваль. Кто получил награды 7-го Чебоксарского кинофорума? В Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум, собравший представителей широких деловых кругов из 60 с лишним стран. В работе форума принял участие глава Чувашель Михаил Игнатьев. Один из масштабных вопросов, обсуждаемых на форуме – первые результаты национального рейтинга российских регионов. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата проведен в 21-м пилотном субъекте Федерации. При его составлении учитывалось количество проверок бизнеса в год, качество дорог, доступность земельных ресурсов и срок оформления земельных участков собственность. Усилия регионов по созданию инфраструктуры и ресурсов для ведения бизнеса, налоговые льготы, государственные гарантии, уровень поддержки малого бизнеса – еще целый ряд показателей. Рейтинг с самого начала делался силами наших четырех ведущих деловых организаций. Это затея не политического руководства, не администрации президента, не правительства. Это затея, которая осуществлялась деловыми объединениями. И осуществлялась она силами этих деловых объединений. И те результаты, которые получились, они могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это оценка бизнеса. Предполагается, что рейтинг станет действенным инструментом в выявлении и распространении лучших практик по работе с инвесторами. Но еще более важная задача – определить проблемные вопросы и найти способы их решения. Хорошо, что у нас есть плохие регионы. И никуда от этого не деться. Любой рейтинг все равно будет иметь кого-то в конце списка. Но хорошо, что губернаторы здесь присутствуют. Это значит, что они не пытаются делать вид, что в регионе все хорошо. Значит, они пытаются воспринимать этот рейтинг как инструмент для того, чтобы сделать что-то и показать результат своей работы. Обсуждение было активным. Уже со следующего года проект перестанет быть пилотным и рейтинговые исследования проведут абсолютно во всех регионах страны. В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано множество самых разнообразных соглашений. У главы Чувашии первая встреча состоялась с ректором Московской школы управления Сколково Андреем Шароновым. Планируется, что у школы управления будет организована целевая подготовка квалифицированных специалистов для Чувашия, а также будет оказываться содействие в повышении научно-теоретического и профессионального уровня работников системы образования и науки республики. Дополнительный импульс торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству нашей республики с регионами России придадут и соглашения, подписанные с губернаторами Архангельской и Костромской областей. Опыт, на самом деле, в республике очень хороший. Опыт, в первую очередь, сформирования инфраструктуры. Мы знаем, насколько сегодня высокая газификация, насколько плотна сеть дорог в республике. Знаем, правда, при этом, что у вас есть одна проблема, проблема связанная с землей. У нас таких проблем нет, потому что наша область, она большая, огромная, населения не очень много, свободных земель очень много. Конечно, хотели бы вместе сотрудничать, в первую очередь, в сфере туризма, потому что наши возможности не реально велики. Губернии фактически 800 лет, и на территории ее находятся ценности исторические. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел и ряд других встреч с руководителями крупных корпораций и предприятий, с которыми у республики выстраиваются взаимовыгодные отношения. Федеральные министры представлены здесь, и с министром промышленности, и с министрами энергетики, с министром открытого правительства обговорили, переговорили о том, чтобы в дальнейшем сотрудничать эффективно. Кроме всего этого, была рабочая встреча с господином Виксельберг. Виктор Феликсович, я знаю, он у нас строит завод. Вот подтвердил он, что в конце июня месяца приедет с делегацией на открытие уже своего завода, который строил с участием Роснана. И с учетом всего того, на сегодняшний день, вот этот один рабочий день, очень много последствий даст для того, чтобы, в каком нужно направлении работать. Об итогах Петербургского экономического форума глава Чувашия рассказал и на еженедельном совещании с руководителями органов исполнительной власти. Михаил Игнатьев призвал внимательно изучить все критерии, по которым оценивались регионы. С 2015 года рейтинг перестает быть пилотным, и условия для эффективной работы бизнес-структур будут оцениваться во всех регионах Российской Федерации. Среди критериев национального рейтинга, напомню, есть и итоги единого госэкзамена. В этом году сдают ЕГЭ более 7 тысяч выпускников. По словам министра, в республике сделано многое, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность госэкзамена. Увеличено количество пунктов проведения испытаний. Установлены видеокамеры. Поменялись или обновили составы предметных комиссий. Те преподаватели, учителя, которые, эксперты, как мы их называем, допускали отклонения, погрешности большие, на 30% мы заменили другими экспертами. Предстоящее лето будет насыщено спортивными мероприятиями, как республиканского, так и российского масштаба. Это и соревнования по легкой атлетике, и по стрельбе из лука. Уже в начале июня стартует чемпионат России по спортивной ходьбе, которая станет тестовым на Кубок мира. В летний период текущего года в Чувашской республике будет проводиться 18 соревнований всероссийского уровня и одно международное соревнование. Общее ожидаемое количество участников в данных мероприятиях более 10 тысяч человек. В республике много делается для восстановления горельников 2010 года. Но недавно на том же месте произошел пожар. 23 мая на территории Чебоксарского лесничества 15 часов 10 минут с пожарной вышки Сосновской северной пожарной химической станции обнаружили возгорание. Это возгорание на участках горельников 2010 года. Возгорание порубочной остатки, собранные валы. Предварительная причина пожара – это умышленный поджог. Оперативно, локализован. Глава Чувашия напомнил о необходимости строго контролировать ситуацию в лесах. Погода стоит сухая и жаркая. И все посетители лесов должны быть предельно осторожны. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Сергей Рябчиков, Республика. Ни пуха ни пера сегодня желали российским школьникам. В стране стартовал основной этап единого государственного экзамена. 26 мая по выбору сдавали литературу и географию. Литературу в Чувашии по предварительным данным сдавали 482 11-классника, географию 461. В этот день в Республике работало 7 пунктов проведения экзаменов. В Чебоксарах ЕГЭ по географии писали в школе номер 2, по литературе в 48-й школе. Мне нужна литература для того, чтобы поступить на лингвиста. Ну, конечно, паника, небольшое волнение, все-таки первый экзамен. Я собралась на журналист, и мне этот нужен тоже предмет для поступления. Я, конечно, сейчас волнуюсь, но я уверена в своих силах, потому что я основательно готовилась. В плане сдачи самого экзамена в этом году для школьников ничего не изменилось. То же время на выполнение те же Кима. Основные изменения, они коснулись организации процедуры в целом. Это, ну, уже много об этом говорится, да, оборудование камерами каждой аудитории. То, что теперь проход на ППИ осуществляется либо через рамку, либо через ручные металлодетекторы, что особое внимание уделяется тому, чтобы на пункте проведения экзамена не было с мобильными устройствами ни взрослых, ни детей. И еще вот важный, наверное, момент теперь не просто использование мобильного телефона или любого другого устройства с выходом в интернет, а сам факт его наличия уже будет являться причиной для того, чтобы ребенок был отстранен от экзамена. Кстати, на официальном сайте, посвященном ЕГЭ, есть опрос, как к видеонаблюдению относятся сами старшеклассники. Вполне предсказуемо лидирует вариант ответа «Очень плохо я не смогу списать». Ольга Пыречкина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня летний отдых детей обсуждали на федеральном уровне. Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел видеосовещание с руководителями регионов. Летняя пора для детей, пожалуй, главное время, чтобы запастись здоровьем и энергией на предстоящий учебный год. И использовать это время надо с максимальной пользой. В республике на укрепление материально-технической базы 27 организаций отдыха разных форм собственности планируется направить 47 миллионов рублей. А в целом на оздоровительную кампанию из бюджетов всех уровней запланировано направить более полумиллиарда. Повысилась и стоимость путевки. Теперь за 21 день пребывания в загородном лагере отдыха и оздоровления детей придется заплатить не менее 11 700 рублей. Бесплатно предоставляются путевки детям из многодетных семей, детям-инвалидам, сиротам, оставшимся без попечения родителей и другим социальным категориям. В этом году летние каникулы 67 детей из Чувашии проведут в Крыму. С начала лета в России в силу вступит последний пакет запретов на курение в рамках закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Посетителям кафе, ресторанов, ночных клубов и пассажирам поездов и другим гражданам с 1 июня можно забыть о курении. Помимо кафе и поездов с начала лета курильщики не смогут наследиться своей вредной привычкой на судах дальнего плавания, на железнодорожных пассажирских платформах, а также в торговых центрах, гостиницах, нестационарных торговых объектах. Для нарушения терей предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. А за курение на детских площадках россияне будут оштрафованы на сумму от 2000 до 3000 рублей. Также запрещена торговля табачными изделиями около касс в пределах прямой видимости. Еще одно новшество, касающееся уже ограничения табакокурения в кино, появилось в законе. До начала фильма или середины фильма обязательно надо разместить социальную антитабачную рекламу о вреде курения. Вот этого не было, а то вот фильмы смотришь, сплошь и рядом идет процесс курения, и в этой сезоне руководители компании обязаны поставить такую рекламу. Кстати, 31 мая – день отказа от курения. Так что есть еще один прекрасный повод отказаться от вредной привычки, не дожидаясь законодательных ограничений. Пляжный сезон еще не начался, а в Волге уже купаются самые нетерпеливые. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд по акватории близ города Чебоксары. Возглавил объезд начальник центра ГИМС Юрий Сеткин. Этим летом в Чувашии планируют открыть 16 оборудованных пляжей и 18 специально оборудованных мест для купания. Сейчас же купание запрещено. Средняя температура воды в реках и озерах составляет около 13 градусов. Есть высокий риск, что мышцы могут свистеть и человек не выплывет. С начала года на воде зарегистрировано восемь происшествий. Пять из них закончились трагически. Будьте осторожны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Просьба выйти из воды. Купальный сезон откроется 1 июня. Пляжи города Чебоксары еще не открыты и не готовы к эксплуатации. В Чебоксарах и Новочебоксарске идет объединение травмпунктов. С 1 мая был закрыт роматологический стационар в 3-й детской городской больнице. С начала месяца машины скорой помощи всех детей, получивших травмы, доставляют в детскую республиканскую больницу. В течение года сюда будут переведены не только стационары, но и травмпункты, которые сейчас работают в Новочебоксарске и в детском медицинском центре. Возможно, оказание помощи детям, которые получили небольшие травмы, хотелось бы иметь рядом с домом. Но в условиях некоторого дефицита кадров и, как я уже ранее говорил, искусственного дефицита кадров, поскольку невозможно около каждого дома, около каждой детской площадки построить травматологический пункт. И, возможно, для детей и родителей, которые получили очень небольшие травмы, это неудобно приезжать в республиканскую детскую больницу. Но мы ведь говорим о жизни и здоровье детей, серьезно пострадавших, получивших серьезные травмы как при ДТП, так и с падения высоты. А эти дети нуждаются в очень серьезной помощи. Совсем недолго сбежавший заключенный наслаждался свободой. Напомню, что Роман Сидоров сбежал из Новочебоксарской исправительной колонии номер 3, где отбывал срок за убийство и кражу. 24 мая в четверть девятого вечера он был пойман в районе речного порта в Новочебоксарске. Желание остаться на воле не утихало в преступнике и во время поимки. Сидоров нанес удар деревянной битой по ноге одному из сотрудников исправительной колонии. Во время допроса отказался разговаривать и подписывать протокол задержания. В настоящее время Сидоров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 Уголовного кодекса. Это побег из мест лишения свободы. Максимальное наказание за это преступление составляет до 4 лет. В случае положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса за это преступление ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Также отметим, что неотбытый срок наказания по предыдущему приговору суда составляет свыше 11 лет 3 месяцев. В связи с этим окончательное наказание будет назначено судом с учетом всех этих обстоятельств. Главное культурное событие весны. Седьмой Чебоксарский кинофестиваль завершился. По стечению обстоятельств он проходил одновременно с Каннским кинофорумом. А фаворитом конкурсной программы считалась лента, которая номинировалась на «Оскар» в 2013 году. Смогла ли она получить золотую Анне? Смотрите в нашем репортаже. В этом году в программе форума было два конкурса – игрового кино и кинематографа малых народов. В Чебоксарах показали 14 кинолет, снятых в Чувашии, Бурятии, Хакасии и даже Якутии. Кстати, картина «Семенчик» якутских кинематографистов получила приз в номинации «Лучший фильм». Среди игровых фильмов лучшим признали картину «Ученик», снятую в Финляндии. Работы финских кинодеятелей участвуют в конкурсной программе каждый год. Это огромная честь для всего финляндского кинематографа получить приз на Чебоксарском международном кинофестивале. Это говорит о том, в том числе, что финское кино, финский кинематограф находится на очень высокой степени своего развития. В этом году впервые лучшую работу назвали и чувашские блогеры. По мнению интернет-общественности, фильм «Жажда» был достоин специального приза. Отметили лучшую работу и журналисты. Картина «Отдать концы» режиссера Таисии Гуменцевой получила приз прессы. Мне очень приятно, что национальное телерадио-компания Чуваши, а это национальное телевидение Чуваши, национальное радио Чуваши и радио Таван были главными информационными спонсорами этого праздника. Мне очень приятно всех видеть в этом зале, наших гостей, наших земляков. И мне кажется, что наши гости привезли в эти дни в Чувашию замечательную солнечную погоду. За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве специального приза, учрежденного главой Чуваши, удостоился фильм «Волчий след» в истории России. Режиссер картины Мария Исакова. В Чебоксарах эту работу представил Александр Иншаков. На самом деле, наша страна многонациональная, ваша республика тоже многонациональная, и та тема, которой мы коснулись, она общая для всех. И все, что было сказано, сказано правильно. Мы вместе живем, вместе работаем, вместе воюем, и нам еще долго жить вместе и побеждать. И в том числе в области кино. При зрительских симпатий получил фильм «Полет» три дня после катастрофы. Создавали его два года. Бюджет небольшой, около 700 тысяч рублей. Причем авторы вкладывали свои средства. Все актеры работали бесплатно. Режиссер фирмы считает, что приз зрительских симпатий полностью окупил их труд. Это особая, конечно, награда. То есть, это такой специальный приз такой особой приятности. Потому что зрители, люди независимые, это не эксперты, не кинокритики, кинематографисты. Это просто зрители, которые смотрят просто кино. Члены жюри отмечают за такими картинами будущее. И только подобные фестивали могут придать новый импульс российскому кино. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Антон Вовк, Республика. Более подробно о результатах конкурсов можно узнать на сайте Чиваксарского международного кинофестиваля. А сразу после выпуска своими впечатлениями поделится председатель жюри, известный кинорежиссер Глеб Анфилов и актриса Инна Чурикова. В России установлен рекорд. Многотысячный хор объединил десятки городов. 24 мая в 12 часов дня сводные хоры исполнили самые известные и всеми любимые песни. Так масштабно День славянской письменности и культуры еще не отмечали. Жители Чувашии несли свой вклад в этот праздник. 700 человек спели 17 композиций перед монументом матери-покровительницы в День славянской письменности. Праздник святых Кирилла и Мефодия Россия в этом году отметила грандиозным вокальным марафоном. «Сегодняшний праздник более 700 участников. Если посмотреть, и юные, самые юные, и среднего возраста, юноши есть, и пенсионеры. Приятно было, что несколько хоров наших пенсионеров города, они здесь участвуют. И это здорово, то, что и зрителей много». Хор состоял из коллективов и солистов Чувашской государственной академической симфонической капеллы, Чебоксарской певческой капеллы «Классика», девяти детских хоров, шести хоров-ветеранов, камерного мужского хора города Владимир и учебных коллективов. «Я очень рад быть вашим гостем и увидеть это совершенно удивительное зрелище, такой прекрасный день. И хочу сказать, что честно признаюсь, я не думал, что Чебоксары так красивый город. Мне казалось, что это, ну, скромный город. И я увидел такую красоту». В Чувашии так музыкально отмечать праздник славянской письменности планируют и в дальнейшем. Марина Рябцева, Светлана Лекимова, Антон Вовк, Республика. В транспортном потоке всегда можно заметить этого горожанина. Так называют выходцы корейского автопрома автомобиль Киа Сол. Сегодня чебоксарцам представили второе поколение этих автомобилей. О том, что изменилось в кроссовере, смотрите прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Автомобиль – это не роскошь и даже не средство передвижения. Это партнер, который позволяет ощущать себя покорителем большого города. Так говорили про творение корейского автопрома Киа Сол, который впервые представили в 2008 году. Ну а сейчас перед чебоксарцами второе поколение этих автомобилей. Автомобиль увеличился в размерах, что положительно сказалось на комфорте как водителя, так и пассажиров. Колесная база выросла более чем на 20 мм. Объем багажника по сравнению с предшественником больше почти на 7 литров. Во внешности посвежевшего Киа Сол заметных существенных преобразований не произошло. Хотя это совершенно новый автомобиль. К революционному яркому облику, который уже получил признание автолюбителей, дизайнеры добавили новые современные черты. Полностью изменился кузов и бампер. Передний фар теперь представлен единым блоком. Появилась новая радиаторная решетка. В интерьере обновили центральную консоль, приборную панель и рулевое колесо. Впрочем, главные изменения, пожалуй, под капотом. В автомобиле появились две модификации двигателя. Соответственно, это бензиновый вариант и дизельный вариант. В данном случае у нас здесь представлен бензиновый вариант с двигателем 1.6, 124 л.с. Двигатель стал более динамичным, более эластичным, хорошо тянет с самых низов. Также изменилась подвеска, она более комфортная. В плане шумоизоляции автомобиль улучшили. У меня машина СОУ. Я посмотрел на новую новинку. Вообще, автомобиль очень классный, хорошо дорогу держит, экономичный. И посадка удобная, и пластик, и вообще, все очень нравится, и комфортно, и чувствуется, что шаг вперед компания Киа совершила. Хотелось бы сегодня ощутить, что все-таки и техническая часть не подвела, и будет все отлично. И такая возможность автомобилистам представилась. В то время, как тех, кто пока еще ездит на пассажирских местах, развлекали играми, розыгрышами, призов и выступлениями, автолюбители могли поучаствовать в тест-драйве. Кстати, Allianz Motors вот уже 8 лет единственный официальный дилерский центр Киа в Чувашии. Клиент всегда получит качественное обслуживание, также послепродажное обслуживание автомобиля. И всегда автомобиль будет в надвижайшем состоянии. У нас каждый месяц действуют выгодные специальные предложения. Это как и денежные скидки, так и дополнительные подарки к покупке автомобиля. Более подробная информация на сайте allmotors.kia.ru и в салоне Allianz Motors по адресу Марпасадское шоссе 3А. Субтитры создавал DimaTorzok